Сегодня снова вечерняя смена с 17 часов, сегодня катаемся на газели и первый вызов к ребенку 2 года, температура 40. Ну что ж, родители дали правильную дозу нурофена, напомню, что сироп нурофен рассчитывается как вес в килограммах делим пополам, получаем в миллилитрах столько, сколько нужно дать, то есть на 14 килограмм ребенку дали 7 миллилитров. И к нашему приезду температура с 40 снизилась аж до 37,7, но здесь ситуация такая, что ребенку обязательно завтра нужно посещение участкового педиатра, поскольку последних 3 дня, в общем-то, ребенок болел, как обычным ОРВИ, и сегодня на 4 день резкий подъем температуры до 40, это могут быть признаки бактериальных осложнений вирусной инфекции, поэтому педиатру завтра нужно будет обязательно принимать решение о назначении антибиотика. Очевидных признаков никаких не обнаружилось, пневмонии с дыхательной недостаточностью, хрипов в легких нет, и ангина в горле тоже нет, поэтому надо разбираться. Едем к ребенку 16 лет, состояние после обморока. Действительно стандартный подростковый обморок, на самом деле это считается вариантом нормы и абсолютно никакой не патологии, и, честно говоря, без травмы головы по-хорошему не является поводом для вызова скорой помощи, но для родителей это все, естественно, в новинку, поэтому приехали, сняли электрокардиограмму, померили давление, посмотрели сахар крови, естественно, все нормально, ну и отправили под наблюдение поликлиники. Разумеется, в плановом порядке. И сейчас нам передали вызов двое детей 7 лет, очевидно, близнецы тошноторвота. У детей явно вирусная инфекция с кишечными проявлениями, как раз тот самый то ли рота, то ли нора, то ли энтуровирус, астровирус, то ли астровирус, как раз про который мы сейчас говорим, в общем-то, посты, про которые я сейчас пишу и публикую. На самом деле все не очень здорово, то есть я им предложил госпитализацию, потому что нас по-хорошему-то время, когда надо было заниматься оральной регистратацией, частично упущено, и есть уже признаки обезвоживания у детей, то есть уже, по крайней мере, сухая кожа. Очень сильно они хотели попытаться справиться дома, поэтому, ну, в общем-то, отказ мы приняли. Я рассказал, как правильно отпаивать, а еще раз напомню, что если у ребенка произошла рвота, после рвоты мы час не поим, четыре часа не кормим. И через час после рвоты начинаем каждые 15 минут отпаивать одной чайной ложкой жидкости. В данном случае, естественно, это аналоги регидрона для оральной регистратации детей. Если вы делаете чаще, вы провоцируете рвоту, в общем-то, чем родители и занимались. А сейчас мы едем к ребенку 13 лет с температурой. Здесь не знали, как правильно чередовать препараты. Мы приехали, рассказали, какую таблетку принять, и, в общем-то, уехали. Колоть, естественно, не стали, ребенок взрослый. В общем-то, замечательно, препарат может съесть через рот. А сейчас едем к шестилетнему ребенку, тоже на температуру. Здесь, в целом, глобально все было сделано правильно. Единственное, не знали, как правильно чередовать препараты. И получилось так, что был выраженный озноб, и из-за этого эффекта от жаропонижающего пришлось ждать чуть дольше, чем полтора часа. Такое тоже иногда бывает. Тем не менее, к нашему прибытию температура уже снизилась удовлетворительно, поэтому инъекцию делать не пришлось. Едем к ребенку 14 лет на повод внезапное головокружение. Говорят, давление низкое. Что ж, еще одна подростковая гипотония, только в этот раз не дошедшая до обморока. Оккупировалось все самостоятельно. Здесь тоже показано, в общем-то, наблюдение педиатра и невролога. Им даже рассказали, что им дневничок надо бы завести с давлением у ребенка, потому что, ну, не первый раз давление у ребенка падает достаточно низко. То есть, там 70 на 40 у ребенка было давление. Когда приняли горизонтальное положение, все пришло более-менее в норму. На момент осмотра, в общем-то, тоже ничего интересного мы не нашли. Но, опять же, тут диагноз, что называется, исключение. Самое главное исключить патологию с точки зрения кардиологии. Ну, а возрастные вещи, они, естественно, пройдут. Два года ребенок, кашель, одышка. Два часа ночи. Самое характерное время для таких вызовов. Стонозирующий ларинготрехит, он же ложный круп первой степени. Сделали ингаляцию, полностью его оккупировали. Вы очень часто спрашиваете, по крайней мере, жители других регионов, да, почему вот у вас делают укол преднизолоном, а у нас делают ингаляцию. Во-первых, оснащение может быть неполным в ваших бригадах. А во-вторых, на самом-то деле, по протоколам примерно равнозначно действие. То есть, можно сделать ингаляцию, а можно сделать инъекцию. Плюс, опять же, может у коллег в регионах не быть нужных препаратов. Здесь, в общем-то, все, что называется, вариабельно. Но, поскольку у нас есть и то, и другое, плюс у нас есть большой опыт работы с пульмикортом, а также часто достаточно мы лечим астонозирующие ларинготрехиты, как раз очень хорошо помогает пульмикорт. К инъекциям мы прибегаем только если тяжелые стенозы. Ну что ж, полчетвертого ночи, самое время для занятий физкультурой. А я пока напомню, что в шапке профиля вы можете найти ссылку на мой сайт доктормолодой.ру, где вы найдете руководство по снижению температуры у детей, руководство по борьбе с кишечными инфекциями, а также два курса лекций по скорой и неотложной помощи. Едем к ребенку 11 месяцев, температура. Ликбез по снижению температуры проведен успешно. Дозировку они дали немножко меньше, чем надо, но все равно к нашему приезду температура снизилась. Они просто ждали снижения где-то через час, но через полтора часа как раз оно благополучно наступило. Ну что ж, в общем-то не самая легкая, но и откровенно говоря не самая тяжелая смена. Такой хороший уверенный середнячок.